Субтитры делал DimaTorzok Всем привет! Готовимся в тайгу! Так, квадрик наш готов в поход. Квадрик мы собрали с прицепом, упаковались, едем в дальнюю рыбалку. Ребята, на последний лед мы едем. Едем мы вдвоем в этот раз. Едем с Геннадием. Тоже уральский наш рыбак. Никому другому больше не доверяю нашу поездку. Себе и ему. Всем привет! Тоже такой же рыбак, безбашенный, как и я. Вот, поэтому, чем мы в дальнюю тайгу, где ходят лоси, медведи, рыси. Вот, каналы рыбалка, грибалка. Ссылку на канал будет в описании. Вот, так что сюжет мы будем снимать вдвоем на разных каналах. Нас приехал провожать наш младший друг Ричик. Ричи, на рыбалку поедешь? За щукой! На рыбалку! Вот, Ричи нас приехал провожать. Вот такой вот у нас красавчик. Вот так вот мы собрались. Сейчас мы через переправу отправимся, переедем. Заплатим 200 рублей или 300 рублей за наш прицеп и попрем. Вперед! Погнали, ребята! Пальцы кверху! Ну что, ребята, подъехали мы с Геннадием. Вот такой огромной бескрайней лужи. Просто офигеть! Какой глубины, я не знаю. Сейчас мы будем ее проверять. Давайте поедем. Ну а мы поедем с вами. Мы поедем с вами. Здесь. Плывем! Плывем, друзья! Как будто мы по какой-то реке. Ох, как меня носит! Волна какая! Смотрите, какая волна! Четкая такая. Ну ничего, несмотря на все это. Вот бревнышки. Бревнышки! Волна пошла! Волна! Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, вот на дворе уже 11 часов ночи, мы движемся по болоту. Выехали уже, проехали километров 15, 15, да, где-то? Да. Вот, вот по такому болоту мы и тащимся. Скорость у нас небольшая, 3-4 километра в час. Четыре, пять, семь. Пять, семь, да. Конечно. Вот. Вокруг такая темнота. Ну, за разговорами нам, как говорится, дорога незаметна. Что, друзья, мы рискуем обалденным моментом в своей жизни проехать через маленькую, но коварную речку Морох. Да. Говорят, лечение очень сильное. Да, оно видно, что очень сильное. Оно видно, да? Конечно, вон с той стороны у тебя справа. Ага. Так, нам главное тут этот торос не залезть. Обалденно видно. Нам главное ровно попасть в дорогу, да. Ну, ребята, с Богом. Тихонько. Ну что, друзья, вот мы и прибыли. И куда мы прибыли, как вы догадаетесь, мы прибыли на наше озеро. Озеро Надежды. Проехали мы 130 километров на вот такой машине. Квадроцикл Росомаха Экстрим Плюс. Вообще никаких преград. По болоту шел, как по сказке. Как по асфальту. Замечательно. Даже с прицепом. Так что мы прем, прем, прем. Вот. 7 часов. Ехали. Поспали в палаточке. Вот такой вот у нас ждет первый лед. Как Геннадий говорит, игольчатый. Типа опасный. Вот такой вот у него кристаллы все. Такие кристаллы. Красивый лед, конечно. Спору нет. Но пустит ли он нас к себе в гости порыбачить. Нам нужно перебраться на ту сторону. Разбить лагерь. Представляете, вчера ночью камера сдохла. Прям получается перебрались через мост. Все замечательно. И в самый момент, самый пик камера блымс издыхает. Вот Геннадий зашел на лед. Проверяет. Так что перебираемся на ту сторону. Проверяем лед. Лед уже черный. Лед опасный. Сантиметров 15. Толщина его максимум. Тут уже такие ямы. Выходить на него. И долго на нем находиться. Чревато здоровьем. Стоишь. Он под тобой качается. Поэтому сейчас с этого озера едем на другое. То есть в любом месте может... Можно рухнуть. Здесь просто мелко. Поэтому дальше дна не уйдешь. А там дальше сразу обрыв. Свал. Едем на другое озеро. Едем. Ну, едем. Да, принимаем решение ехать туда. В обеду тут все. Да, тут. Сейчас чуть-чуть солнышко даст. И все. Там просто сверху подмерзут. Погнали на другое озеро. Вот и пришла весна в наши края. Находимся мы на том озере, где мы зимовали всю зиму. Обратите внимание, как все высохло. Так, ну что. В общем, могу сказать одно. Походили мы по озеру. Очень опасно. Дня 4 бы назад, да. Спору нет. Поэтому риск нам такой не нужен. Он неоправданный. Хотя очень не хотелось бы. Ручьи еще не поднялись. Но все это будет со дня на день. Со дня на день вот это все заполнится водой полностью. До. До, до, до. Вперед! Ищем рыбу. Принимаем разрешение развернуться. Продолжение следует... Ищем профиль. Едем по профилю. Рыбаки ловили рыбу. Занесла нас любовь к рыбалке. Вот такие буреломы. Болота мерзла, конечно, еще. Но все же это болото. Вокруг жижа. Жижа! Пошел Геннадий проверять, куда нам выезжать. Вон оно, озеро. Или вправо, или влево. Потому что нам потом квадроцикл не развернуть в этой жижи с прицепом. Это будет что-то с чем-то. Поэтому пошел на проверку. Куда ехать? Влево или вправо? В какую развилку? И вроде бы тут озеро белое. То есть лед есть. Значит, остановимся здесь. А не желаете ли прокатиться на квадрике? По тайге. Ну, проходим мы везде как танки. Даже мысли нет. Все. Жду махания рукой. Да. Смотрите, ребят, какую красоту мы обнаружили. Ехали-ехали по тайге. Увидели вот такую красотень. Остров красивый такой. Там где-то тап шумит. Вау, как классно. Просто. А то, что за дырки интересны. Что думаешь, собаки? Бог его знает. Да нет, навряд ли. Навряд ли. Шикарно. А нам еще ехать почти 30 километров. Возвращаемся мы обратно на другое озеро. Погнали. Ну вот, вы вместе с нами повидали вот такую красоту. Это очень далеко в тайге. Очень. Сколько я тут ездил и никогда бы не обнаружил бы, если бы не сейчас. зимой не видно. А тут вон сказка. Поехали. Ну что, друзья, вот мы возвращаясь обратно. Ночью вчера здесь у нас телефон погас. Не засняли красоту, как мы перебирались. Смотрите, как крутит воронка. Это река Морох. Как говорят, очень опасная. Сейчас вот мы будем там тоже круговороты такие. Вода поднялась, по-моему, да? За вот эти шесть часов. Потому что вчера мы этого не видели, круговорота. Ну, круговорот здесь потому что упирается. Сейчас вот мы по этому льду должны переехать на ту сторону. Как это все будет, мы пока не знаем. Будем пробовать снимать через верх. Так что, как-то так. Вот наш квадрик. Сюда мы переехали ночью. А вот обратно будем снимать сверху. Ладно. Будем пробовать. Так, на пониженную включаем. Пониженную, пониженную обязательно. Давайте, ребят. Сейчас там их можно летать от дороги. Думаем, что они не спорные. Словики нет. Продолжение следует... Вау! Мы это сделали! На месте? На месте! Вот это да! Вот это да! Вы видели? Вот это было что-то с чем-то! Прицеп на месте! Что-то там такое подвисало какое-то было! Вау! Это трэш! Блин, ноги дрожат! Вообще! Да! Дурная голова! А середине речки там встать! Это что-то! Так, посмотрим сейчас сделаем обзорчик, чем мы тут цепанули. Да нет, мы просто льдину где-то под себя подмяли. Да, где-то поселедине она встала колом. Фух! Так что экстрим Росомаха проезжает, проплывает вот эту, вот эту льдину место, мост. Фух, как страшно! Но мы это сделали прям так на попа все это вставало. Ощущения просто блин, такое ноги дрожат, ощущения незабываемые такие. Ух! Ну все, можно сказать, я в этой жизни все повидал. Так, а что у нас тут за яма такая? Пойдемте посмотрим, тут стан. О, даже грибочки есть. Яму для чего-то выкопали. яма пустая. Так, тут стан рыбацкий. Ну вот, как-то так. Пойдемте посмотрим, что мы там намесили. Прям мне просто жутко интересно, как мы это все прошли. И еще минус в том, что гололед, то есть колеса гальмовали, но вот все равно цепанул немножко земли. Да. А, вон, смотри, какой кусок льдиный я тащил между колес. Между колес льдину тащил. Вот. Главное, что я не соскочил с моста. То есть тут под низом мост якобы бетонный. И вот этот кусок льдиный я, получается, тащил между колес. Он шел, я его тащил, тут цепанул, гальманул, тут даванул. Здесь вот всегда снежно и гололедно. Ну, все. Можно сказать, пробили дорогу водички, водичка пошла. Спасибо. Тебе место до зимы. Сюда мы уже летом точно не приедем. А, хотя, может быть, кто его знает. Главное, мы выехали. Это рискованно, это очень опасно. Могло нас просто стащить с моста с бетонного и унести по течению в реку Тап или еще куда-нибудь подальше. И все, пиши, там пропало. Пишите письма. Это ощущение такое драйва, риска. Но благодаря технике Росомаха Экстрим Плюс и немножко опыта езды на такой технике мы проскочили. Можем ехать теперь дальше спокойно по лесу. А здесь вот видите сколько лосиных дорог, следов. До них тут приходят, бегают. Такие свеженькие. Где-то уже старенькие, где-то свеженькие. едем. Ну все, спасибо, что вы посмотрели. Ну что, друзья, наконец-таки наше счастье свершилось. Мы нашли на бескрайних полях тайги вот такое озеро. Огромное. С чистой пресной водой. Большое. Просто огромное. Хороший лед. нету заберегов. Крепкий сантиметров 15. Толщина его. Выставились мы по жерлицам. Вот. Геннадий пошел клюкву половить. Ну, а я среди клюквы. Смотрите, какая клюква. Сейчас мы вам покажем. Вот такой клюквы. расположились. Ой, клюковка классно. Классно, Мишка не пришел за клюквой. Вот, расположились мы замечательно. Прямо на самом берегу поставил себе свое любимое кресло, поставил термос с чаем. После дальней дороги проехали мы на часов пять по болотам. Ой, болото страшное там, конечно. Но наш танк идет, попить чайку надо, отдохнуть немножко и потом начинать искать, где у нас щука, окунь клюет, ну и так далее. Так что продолжаем рыбачить. Солнце прекрасно, ветер сильный, правда, но ничего страшного. Так, время к трем часам дня. У нас тишина. Наконец-таки мы выставились, поставили палатку, вот такую расположились, уже сходили, сушничок наломали, дровишек нарубали, расположились с Геннадием все по уму, вещи повесили, постельки постелили, продукты сгрузили на столик, вот, и сейчас наверное сделаем обеденный сон, спали мы два часа. Вчера мы семь часов в пути, в два часа ночи приехали на то озеро, проехав все болота ночью. Как мы еще не испугались, ничего, классно. И вот мы вернулись сюда к 11, по-моему, часам утра, и здесь мы решили остановиться. Сейчас мы отдохнем, на улице в принципе полный штиль, тишина, но последний лед не клюет. Вечереет. На улице такая красота, такая тишина, последний лед. товарищи однополчане, пока мы тут лиля-то поля, у нас флажок встал, причем второй раз один и тот же. Идем с вами вместе. Да, где-то рядом стоит, гуляет. Идем с вами вместе мы проверять, что это такое, почему второй раз один и тот же флажок. мотает. тихо, не торопись. Друзья. Есть первая щука, последний лед, да самец такой, да с куском без хвоста. обалдеть. Первая щука на последний лед. Она уже думала тут рыбы нету. Вот такая товарищи. А, жесть. Я тебя сделал. Все таки рыба есть. Вот такая вечерком глянь подошла. Вот она красотка. Да, на вечернюю. Последний хвост скачет, скачет. Ничтошки так не любишь. За что ты так себя не любишь? Длинная, смотри, как речная, Прогонистая. Это вот, даже я же гороши здесь в гластики. Смотри, как она себя не любит. Значит, есть рыба. можно в чем голова знакомый вариант. Раскладушки собираем. Недельная наша рыбалка турне в тайге на болотах заканчивается и мы отчаливаем домой. Вот. Щуки одну на 25 килограмм поймали. И куча классных позитивных эмоций. Озера с нами прощаются до зимы. И мы с ними тоже. теперь наступает спиннинговая рыбалка. Весна. Вот теперь морская точная. В тайгу бредет весна. Погнали собирать дальше. Движемся мы по болотам. По бескрайним таежным болотам Ханты-Мансийского автономного округа. Обратите внимание, какая тут няша. стоим мы тоже в болоте. Очень так. Проехали мы уже прилично болото. Вон там всякая жижа такая. И сейчас мы покажем вам, как болото кругом. Это я такой. Кушечки. скорость может быть 3 км в час. приятное ощущение болота и болота. Вещи по-моему совместимые, хотя можно совместить и совместимые болота бездорожья и квадроцикл. Вчера было страшно. Сегодня уже как-то отпустило меня страх. Вчера когда ты сказал едем и меня моментально нахлынуло внутри. То есть поначалу как бы да-да-да то есть все такой а потом бах такое состояние внутреннее адреналин резко в кровь уже я и не могу сказать нет и все и это уже знаешь дорога вперед то есть куда ты ешь поначалу это называется состояние диванного рыбака когда ты говоришь да я поеду везде и сразу у меня внутри все нахлынуло такой я говорю Сережа вот скажи зачем мне это надо Васильич зачем тебе надо вообще мечтал хотя бы разок съездить на последний лед ощущение такое что это такое может я съезжу один раз скажу да я больше никогда не поеду а с другой стороны как бы сам себе доказать только не знаю что доказать новое ощущение на снегоходе научился теперь на квадрики сгонять надо Ричард конечно молодец полил вот так что мы собираемся в такую дальнюю дорогу пожелайте всем удачи 130 километров она в принципе для этого была и приобретена мечта была сгонять в тайгу на болото посмотреть проверить себя